Идеал культурного человека У человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность. Как говорил Карл Маркс, для того, чтобы пользоваться множеством вещей, человек должен быть в высокой степени культурным. С вами программа «Аколада» и я, ее ведущий, Тарас Куценко. Восприятие информационного потока на зрителя состоит из нескольких элементов – видеоряд и аудиосопровождение. Пожалуй, один из самых главных людей любого театрального действия, кино или концерта является композитор, точнее его творчество. Именно благодаря умению и знанию этого человека перед зрителем воплощается компонент художественной формы, придающей произведению единство и цельность. Сегодня программа посвящена композиторам, которые работают над созданием музыкального ряда для театральных постановок и кино. Придя в театр или кино, зритель попадает во власть искусства. Все, что с ним происходит в этот момент, становится элементом приобщения его, индивидуума, к высокому искусству. Очень важно для зрителя, и где проходит спектакль, и какое освещение, визуальное пространство, акустика, содержание спектакля и, самое главное, что передается в звуки. Прервав визуальную картинку, можно, закрыв глаза, но тогда зритель остается один на один со своим воображением, которое сопровождается аудиорядом, место, где он находится. Так что недооценивать лепту ответственных за звуковое содержание спектакля никак нельзя. В драматических театрах, например, советского периода, даже была специальная должность, заведующей музыкальной частью. Это вообще профессия очень такая ответственная, но получил я эту профессию случайно, как говорится, шел по улице и валялась на улице вот эта должность, и, как говорится, мне случайно повезло. Вот, как говорится, говорят, в кустах рояля оказался, вот это тот случай. Я заканчивал фортепианный, уж закончил фортепианный факультет, доучивался как композитор, и мне предложили, не хочу ли я работать в театре, если у нас все заведующим музыкальной частью. Вот, зная, что я, ну, когда узнали, что я учусь у профессора Клебанова, о, ну, тут уже проблем никаких нет. То есть фамилия моего учителя сыграла роль, и меня утвердили, и вот эти пробные шары, которые пробные шаги начались в театральной музыке, это было вот именно 72-й год, когда я пришел в театр, это была моя работа, потом я закончил уже композиторский факультет, и вот начались первые мои опыты театральных работ. Вот, я, конечно, учился и писать песни, учился писать именно вот именно в театре, потому что это совсем разное, написать любую песню, это тоже особая профессия, и вот именно в театре я это научился. Конечно, мой опыт сказался в том, что вот мы, например, уже в течение 15 лет открыли курс, я открыл курс, который читается в Харьковском национальном университете имени Котляревска, курс композитор и театр. Нигде, ни в одном вузе Украины этого курса нету. То есть мы готовим уже наших студентов, композиторов, именно к профессии композитор театра. По идее мы должны, конечно, учить и композитора, и кино, хотя точится прикосновение театра и кино, здесь очень много совпадающих. Мне не довелось писать музыку к фильму, но к театру я уже написал более 30-40 спектаклей, которые и шли в разных городах Украины, в других, в Москве, в Тбилиси, в Ужгороде, на Сахалине даже. Вот такая география моих театральных спектаклей, которые еще до сегодняшнего дня живут. Но что интересно, что театральная музыка, часто спектакля уже нету спектакля, а музыка живет второй, третьей, четвертой жизни. Вот даже был такой интересный случай, когда музыка к спектаклю «Шутники Островского» вышла из спектакля, потом опять вернулась в спектакль, в другой спектакль «Островского», опять вышла, звучала на концертной эстраде, как театральная сюита, а потом опять вошла в следующий спектакль, как последняя жертва. И вот она еще опять вышла из спектакля, и опять зашла в спектакль, который сегодня есть в театре Пушкина, идет доходное место. Вальс звучит, вот такая интересная судьба. И отдельно звучит на концертной эстраде. То есть музыка в виде сюит, в виде переложений, и в оркестровых сюитах, она продолжает жить. Спектакля нет. Ну, я работал уже много лет с разными режиссерами, в основном большую часть жизни это был Александр Сергеевич Барсигян, который пришел в 1975 году в театр, вот, и началась с ним постоянная работа. Знали, что придет в театр музыкальный режиссер, который много ставил спектакли и музыкальных, оперет. Вот, и мне с ним было легко работать. Много интересного можно о нем рассказывать, о моих работах. И очень много спектаклей написано. ПЕСНЯ 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 Если считать блаженством рая, тяжкий гнёт, вот это значит женщину влюбиться, кто испытал любовь, меня поймёт. Потом пришёл Барсигян и пошли самые разные спектакли, самые разные жанры и трагедии. И самая наша функция была не только писать музыку, а делать подборку. Я даже вспоминаю одну интересную работу с ним, это был Ромео и Джульетта, где Барсигян говорит, я буду только на музыке Прокофьева. Только я уже знаю, как там, я уже ставил. Я говорю, нет, Александр Сергеевич, не надо, это уже все знают, эту музыку. Нет, я даже не хочу даже думать о это. Я ему предложил Кончелли. Он сопротивлялся, но послушал, и в общем это стало одной из важных компонентов спектакля. Я даже потом встретил Гео Александровича Кончелли в Тбилиси и сказал, вы знаете, в Харькове идёт спектакль на вашей пятой симфонии, Ромео и Джульетта. Он так подумал, а что может быть? Вот, ну, это одна из важных компонентов была вот эта именно музыка Кончелли. То есть моя была функция и подборки делать, такие интересные, даже на оригинальной музыке других авторов. И сам писал очень много спектаклей. Потому что так сложилось, что режиссёр и композитор, они должны быть друзьями, исповедовать одни идеи, понимаете? А иначе, если это разнополярные люди, они не будут общаться, и у них ничего не выйдет. Поэтому так сложно получается в подборе актёров, даже режиссёра. Вот он ищет, ищет фактуру. Нет, это нет. Вдруг находят, обеседуют, говорят. Когда люди единомышленники, там много не надо договориваться. Вот, делаем так. И тому это подходит, и другому подходит. Поэтому я считаю, что если режиссёр и композитор единомышленники, всё получается без скандалов и без обращения в суд. Музыка разные функции ведёт. Она иллюстрирует, она заставляет иначе посмотреть на определённые события. Где-то контрастирует. И, конечно, каждая работа, конечно, первое – это драматургия. Потом уже режиссёрский взгляд на эту драматургию, а потом уже взгляд композитора. И вот как они сочетаются. Ответственность всегда несёт за музыку не композитор, а режиссёр. Всё. Плохой режиссёр, хорошая музыка. Все шишки будут валиться или на режиссёра. Иногда музыка вытягивала. Ну, мне везло. Да. Были и такие работы. Но, в общем, я работал разными режиссёрами. Особенно я могу вспомнить большую работу мою с покойным Аркадьевичем Энтиным. Мы с ним очень много спектаклей сделали. И в Харькове, и в других городах. И оперу. Он был либретистом и режиссёром в Днепропетровской опере. Рождён он был на сцене Театра Пушкина сначала. Потому что готовились гастроли в Москве. И вот этот был спектакль. Он написал сам сценировку. Энтин. Там были уникальные слова, песни. Песни. И вот это началось и в Театре Пушкина. Потом он был с успехом показан в Москве. Он пошёл гулять по разным городам Советского Союза. Был подставлен с моей музыкой в Тбилиси. Потом он был издан как музыкальная сказка. Её сейчас ставят в разных музыкальных коллективах детских. И вот одна из таких последних интересных работ. Прежде всего, конечно, я пытаюсь узнать, какова концепция. Какова главная идея данного спектакля. А уже в зависимости от этого, уже, так сказать, и строишь уже музыкальный ряд. Сочиняешь различные музыкальные образы и так далее, и тому подобное. Ну, всё зависит от режиссёра. Понимаете? От его, собственно говоря, уровня музыкальной образованности. Потому что есть режиссёры, которые музыки практически ничего не понимают. Но думают, что они, конечно, прекрасно понимают, разбираются. Потому что музыка как раз это та область искусства, где все буквально понимают. Знают, как писать музыку, понимают, как её, так сказать, найти. Какие-то адекватные образы и так далее, и тому подобное. Ну, там, где дело касается вообще по-настоящему нашей профессии, ну, оказывается, что это не всегда так. Ряд режиссёров, они просто дают полностью свободу. Мне кажется, это наиболее умные режиссёры. Если когда человек, собственно, не очень, ну, скажем, разбирается в какой-то области искусства, поэтому лучше всё доверять профессионалу в этом плане. И мне кажется, тогда будет результат наиболее плодотворный и наиболее продуктивный. Меня встречались разные режиссёры. Я, конечно, не очень много спектаклей написал где-то, ну, не больше 10, вот, но встречал самых различных режиссёров. Вот. Труднее всего было с теми режиссёрами, у него попался, который, скажем, закончил музыкальную школу. И вот у него представление какой-то музыки вот именно такое. Вот. И он очень далёк, скажем, от современности, о современной технике композиции, современных средств выразительности и так далее. И вот он мыслит в своём таком узком мире. Ему кажется, что вот в этом заключается истина, в этом заключается правда. И он вот это, понимаете, просто навязывает. И вот тут, а я как человек, который поднялся более-менее на каких-то новаторских устремлениях в музыке и в искусстве, вот, у меня всегда это вызывает антагонизм. Поэтому с этими режиссёрами очень сложно. Соглашаются, понимаете, в основном зрители, слушатели. Вот. А расходения бывают такие, что потом приходится вообще, на очень часто даже расходиться. Вот. Ну, дело в том, что их, собственно говоря, обвинять же нельзя, в принципе, режиссёров. Вот как-то очень мудро заметил Тарас Сергеевич, вот, Кравцов, у нас известный музыковед, ему недавно исполнилось, 90 лет, он сказал так, что культура восприятия музыки – это интенсионный интеллект. Так, что значит интенсионный интеллект? Это значит не только человек, который должен воспринимать музыку, но он же её, прежде всего, оценивает. А это должно воспитываться, ну, с младенчества, с молодым матери. Что звучит вокруг нас? Телевидение не выполняет своих функций. А что мы слушаем? Только в основном поп-музыка, больше ничего. Вот. Поэтому и, собственно, эти режиссёры, они воспитывались, понимаете, в этой среде, и у них, естественно, такая точка зрения. Понимаете? Ну, кому-то повезло, там, Никита Михалков, да? Да, он там родился в такой интеллигентной семье, там, и так далее, его брат. Вот. Ну, таких же мало. Мало. Вот. Поэтому они вот оперируют тем интенсионным бокажом, который их окружает. И у них вот такое вот стереотипное такое мнение и так далее. Вот. Поэтому, собственно говоря, на них и обижаться нельзя. Мне кажется, что вообще режиссёров надо специально обучать как-то вот музыкальной культуре. Просто это очень важно. Почему? Потому что наряду... Ведь музыка что? Это... Она выполняет очень важную функцию. Очень важную роль выполняет в построении, скажем, драматического спектакля, там, или кинофильма и так далее. Вот. То есть, в искусстве нет мелочей. Нельзя вот одно убрать, а вот это самое главное. Обязательно что-то потеряется. В стране развал экономики, кризис веры, духовное обнищание людей. Стыдно и больно за нашу Родину, за партию. Когда человек с парализованной волей и хроническими недугами управляет 20 миллионами коммунистов и 210 миллионным народом. Я 20 лет уже не был на таких вот, скажем, фестивалях, не слушал музыку России. Вот. Я был на других фестивалях в Украине и так далее. Вот, скажите, я что-то, ну, не ощутил абсолютно ничего, что-то для себя нового. Я не вижу каких-то творческих достижений особых и так далее. Именно таких достижений, которые достигли, скажем, шестидесятники. Понимаете, там, Шнитке, Щедрин, Губайдулина, вот, Дениса. Они имеют академическое музыкальное воспитание. То есть, я не прекрасно знаю, что такое музыкальная форма, что такое драматургия. Там, ну, и всякие, много нюансов, связанных с композиторской техникой. Сейчас же молодежь хочет все это перекрыть. Они не хотят изучать азы. Они не хотят строить форму там и так далее. Они сразу хотят что-то там, поиграть на струнах рояля, постучать где-нибудь там, по корпусу рояля, там и так далее. То есть, они пытаются перешагнуть. Сказал, Шопен говорил, когда, ну, задали вопрос Шопену, он говорит, ну, вот, как вы считаете, какова цель этого искусства? Он говорит, что, конечно, цель – это простота. Он говорит, понимает, до простоты надо дойти. Надо найти эти все сложности. И взять не надо пройти с ним. И при этом, конечно, надо знать академические учреждения. Без них никуда. Если вы будете знать вот этого прокурсового ложа академии, ну, я такой, не нарицательный смысл, то нет движения вперед. Потому что появляется открытая форма, ты слушаешь, тебе уже надоело, и думаешь, когда эта музыка закончится, понимаете? А композитор не ощущает форму. А формой есть красота, это Глинка говорит. Этого надо учить. Учить драматургию, учить музыкальной форме, учить там фактуре, как ее построить, как развивать материал и так далее, и тому подобное. Тогда настоящий художник создает новые законы. Понимаете? То есть как бы отрицает прежнее, мы возьмем любое направление в искусстве, правильно? Там романтизм, там импрессионизм, экспрессионизм. Как нам тогда казалось? Что они вроде все отрицают, правильно? А теперь нам кажется преемственность, правильно? Очень четкая преемственность. И все они основаны на законах. Написание любой музыки к любому произведению требует образованности, вернее самообразованности композитора. Прежде чем приступить к написанию музыки, к спектаклю, композитор должен войти в тему, в формат. Он должен много читать, много слушать, много смотреть. Во время подготовительной работы по написанию музыки очень важно не бояться допускать момент эксперимента, вариантности. Благодаря этим вариантам может измениться и определиться концепция спектакля, кино. Один из молодых харьковских композиторов, ученик Владимира Птушкина и Владимира Золотухина, ныне теперь известный композитор кино Борис Севастьянов, написал музыку к фильму словацкого режиссера Любомира Конска. Его фильм «The Lunchbox» в 2010 году получил премию Американской киноакадемии «Оскар» как лучший фильм среди студенческих работ. Я разместил свое резюме и некоторые свои работы на форуме, на одном иностранном, международном. Там студенты-режиссеры, американские, английские, ну, различные, англоязычные в основном, ищут друг друга, предлагают какие-то работы и так далее. Ну, вот я там тоже разместил свое резюме, свою музыку. И один режиссер, американец, но происхождение у него словак, он предложил написать музыку к его фильму. Очень много музыки пишется в стол, или, ну, просто есть возможность, допустим, выложить в интернет, показать, ну, или продавать за какие-то деньги. Но именно заказов на музыку для фильмов, к примеру, ну, не так много. Может быть, это потому, что я сижу в Харькове, а не поехал, допустим, в Москву, и там не общаюсь с режиссерами напрямую. Но, да, достаточно сложно. Сегодня очень много, то есть огромный массив музыки не пошел никуда. Вот я писал еще к двум сериалам российским в 2011 году, но сейчас уже не пишу, потому что там были некоторые проблемы. Не очень хорошая организация, скажем так, всего этого процесса, ну, так, мягко скажем, не будем в подробности вдаваться. Но, тем не менее, опыт хороший, то есть написал к двум сериалам музыку, но там мне совершенно непонятен подход их. Они берут музыку разных композиторов, то есть заказывают разным композиторам музыку, и потом просто сборная солянка в течение сериала, там звучат композиции совершенно разных композиторов, и ни о какой драматургии единой линии, допустим, речи, естественно, не идет при этом, потому что композиторы между собой не общаются, и единой музыкальной какой-то линии, единого стиля и так далее нет. Я просто вот смотрю сейчас, как сериалы стали наши показывать по телевидению, все сериалы, я не знаю, с чем это связано, такого раньше не было. Музыка от начала до конца, то есть безостановочно это идет, этот фон, он не производит никаких художественных впечатлений, он просто как навязчивый, и часто стали включать музыку таким образом, что она звучит громче, чем звучит речь актеров, повествующих о чем фильм. Если бы не было вот этих украинских переводов внизу, мы бы часто не знали о чем фильм, о чем они говорят. Настолько громко звучит музыка, я уже думал, может написать куда-то, обратиться от имени союза композиторов, или от имени общественности, но, ребята, зачем вы так глушите нас вообще? Мы же смотрим, чтобы получить удовольствие от фильма. А получаем процентов 50 непонимания текста, о чем говорят. То есть звуковой уровень музыки сопровождающий. Причем только музыка такая, знаете, все что угодно. Вот как рука ляжет, это не то, что он в Фейковске говорил, музыку написали, как Бог на душу положит. Он говорил, что композитор с Богом общается, вот как Бог положит, так и пишет. А здесь-то как руки лягут на клавиши. А сейчас, конечно, легко. Ну, компьютеры, конечно, очень помогают многим композиторам, даже которые с Богом вообще не общаются. А вот руки положил на клавиши, и что положил, а оно все запишет. У нас сейчас уже многие привыкли к звучанию компьютерного оркестра. Сэмплы на высоком уровне уже сейчас делаются, но все-таки это слышно. Выдает, наверное, слишком вылизанная вот выхолощенность, выхолощенность компьютерного варианта оркестра, и плюс многие вещи, особенно штрихи струнных инструментов, достаточно сложных передавать. То есть это очень кропотливая работа, можно на это потратить уйму времени, при том, что оркестрант или группа оркестра это сыграет на раз за три секунды. Там нужно тратить на это много времени. Ну и многие на это время не тратят, и заменяют живой оркестр, конечно, чем вы этим синтетическим. Не всегда хорошим исполнением. И вот рынок, и во всем рынок. Ну, шоу, бизнес, это же понятно, что называется не просто шоу, а бизнес. Или бизнес-шоу, может, первое слово бизнес. Конечно, они большими суммами ворочают, и у них, конечно, масса достоинств, в отличие от живой музыки. Во-первых, они свет, они обставляют очень грамотно и очень дорого. Чего не могут себе позволить, конечно, живая музыка. Я писал музыку еще к документальному фильму, к 90-летию города Кемерово. И они собирались оплачивать живой оркестр. То есть, ну, это еще в 2008-2009 годах было, несколько лет назад. Вот, но потом посчитали, посмотрели. Ну, то есть я был готов, как можно было с молодежным оркестром, допустим, это со Слобожанским все сделать. Можно было записать, организовать, но они посчитали, посчитали, что это дорого, и в конечном итоге туда пошли компьютерные сэмплеры. Это зависит от уровня, от уровня вкуса людей, которые руководят этим процессом. Вот им нравится больше это, и они туда вкладывают. Хотя вот Михаил Добкин, надо дать ему должное, благодаря ему создавать новый ансамбль песни бряски, вот, слобожанские. Так что у каждого вечера, у каждого губернатора, у каждого властью, придержащего, есть свои достоинства. А те, кто миллиарды имеет, он же пользуется, потому что он наш глава администрации, и возможности у нее не столь уж велики на культуру, как у тех, кто имеет миллиарды, и они их почему-то не тратят на серьезное искусство. Главный спутник творческого человека, а уж тем более композитора, является вдохновение. Как сказал Петр Ильич Чайковский, вдохновение – это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем, работать нужно всегда, и настоящий честный человек не может сидеть сложа руки под предлогом, что он не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение. С вами была программа Аколада. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»